сутрячка уже все уже уже темно сейчас надо смотреть на дорогу то в нашем заповеднике здесь постоянно всякие рогатые бегают сейчас темно их уже не видно так я судой проеду заедем кофе купим с утречка я правда это конечно делаю нечасто по пятницам заезжаю так типа заехать кофе купить себе в принципе его не пью по утрам но я сейчас даже себе не буду кофе брать ты будешь кофе ты чё гавкаешь да ребята мы уже давно не были на ю тубе опять как-то немножко у нас был такой перекур что ли вот сегодня что с утра на не говорю че может что-то позапишем ну давай говорит попробуем вы видали я даже сам уже могу заказывать кофе как петь я даю карточками я и оттенки нет бай все тебе сказать сделай камеру чуть пониже не скажу но с утра снимают мы попадем в телевидении покажи где мы едем темно да еще ничего не видно так она дала поехали на арбайт все едут на работу ребята движение с утречка ведь уже какое как движение это еще нормально бывает похлеще с утра чудо сегодня пятница люди дома сидят вообще у нас тоже на работе так как-то работают так хотят приходят на работу хотят не приходят я не знаю как как все люди это все финансируют но много так частенько то пришел то не пришел а здесь же не так как в германии не пришел тебе там билетен взял и сидишь дома не нифига здесь это минус не пришел на работу не заработал сутричка вон а не видно моста не видно все пруд куда-то все пруд движуха и мы прям да у нас такая фишка что надя меня каждый день отвозит на работу забирает вторую машину мы еще не приобрели себе но мы-то бедные мигранты второй машины сразу нету вот приходится на одной вот все шуруем что это делаешь по времени то нормально мы чувствуем в шесть часов как раз окей всем я начинаю работать ты сегодня во сколько начинаешь 830 дома и детей соберет и потом тоже есть на работу это че уже идет тетя в какой-то жилетки в такой ребят уже сколько раз мне говорили чтоб я город показывал да он там я еще что-то все до этого как-то не добрался вот с утричка он вот так светится у нас в принципе город здесь не такой уж прям вот сам центр города не такой прям там шикарный там знаете как может некоторые представляют там кругом небоскребы там или еще что-то но в принципе нормальный как бы я не знаю одна главная улица тут вот эти параллельные главные улицы идут всякие там банки стоят и какие-то там офисы какая-то всякая такая билиберда а так вот как бы деревне ё-моё это не деревня на самом деле тоже это уже город даже даже и немаленькие уже скажем так 100000 населения даже 100 с копейками это чё памятник что ли чувак всегда сидит всегда траву поливают ё-моё уже все тут они дорогу больше поливают чем траву постоянно кругом льют трава чтобы зеленая была не будешь поливать все высохнет как в пустыне жаре не счета такая стыд что я дедом так ребята на не меня привезла уже на настройку на работу сейчас пойдем отработаем и уже будут у нас выходные сегодня опять приехал этот мой чувак с которым начинал тут работать его не было одно время сегодня они он уже вчера был уже вчера он тоже был ладно я пойду работать и пейки у бай ты чё там я могу тебя здрасте но я же тебя занимаю извините меня с работы звонили я только до трех работаю она тебе изменила ребята добрый день опять рабочая неделя закончилась надо меня забрала с работы у у нее сегодня были изменения да я работала дольше блин попросили дольше работать там саймон айлин со школы раньше усами на нету ключей он паникует я горит голодный я пить хочу мама минимала кушать положила я не вытерплю а у них по пятницу школа чё там до пол-двенадцатого айлин до 12-20 человек вообще-то по-другому айлин уже будет дома но и короче он у меня нету пить у меня нету кушать я группа стоишь перед дверями подождешь маму попросили дольше работать я не смогу я не вытерплю я думаю ё-моё подошел потом говорит тут собака гавка это он видать громко разговаривал она его услыхала давай она гавка где айлин короче истерика у пацана я на паузе мне был перекур я ему звоню я ему пишу с ним разговариваю ну ничего все нормально дождался все окей какие дела до выходные до я думаю ты уже закупила все все дела как хорошая хозяйка как хорошая хозяйка уже все сделала я домой ноги на диван и все закупаться готовится завтра гости будут я шучу все нормально сейчас короче домой помоемся покушаем и поим магазин капец у нас сегодня погода в разнице где 11 градусов где-то у нас сегодня вон как прям как будто опять у нас дым да но и дыма нету это так что пасмурно 18 градусов вчера было 29 прикиньте 29 градусов у нас уже скоро середина сентября сегодня 18 прохладно аж если честно аж как-то хорошо а сами сегодня утром говорит стоит на остановке автобус ждет и пишет у меня руки мерзнуть я не могу на улице 18 градусов он говорит у него руки мерзнут но он он дал играть руки мерзли они привыкли идут в школу и уже 24 25 ну ничего ничего нормально пусть привыкается как будет минус 29 ой да ну на самом деле как-то странно у нас сегодня небо такое затянуто что-то я когда на работу я как раз и как-то странно я вышла с работы и не с утра то чутко было сейчас что-то так вот как-то странно вообще-то сегодня по сценарию надо даже мышцы не видел записываем надо должно было меня забирать с работы снять меня как я иду я бы с вами поздоровался сказал бы вам где работаю чем занимаюсь так как меня уже несколько раз об этом спрашивали ну вот ладно короче скажу и так работаю я на компании мы строим дома и меня взяли туда в отдел как сантехника я уже вроде заикался за это еще раз скажу отдел как сантехником подготавливаю там канализацию все склеиваю все по чертежам также сама вода 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 проводку вот это вот все как это направится на русском вот все это по чертежам все это в инчах футы фиты и до поначалу было как бы немножко так сложновато я должен был сказать но сейчас уже я втянулся и уже шарю уже полностью читаю все эти чертежи на английском понимая все эти инчи с ринчи вот это вот все не в принципе уже все получается вот да компания довольно-таки они маленькая 300 чем-то человек работают две смены и в неделю шлепают вот таких домов от 10 до 14 штук с 0 до 100 можно так и сказать строя там уже кухня все 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 стоит привезли тебе его поставили на большой фуре поставили на место в завел занес мебель если нету мебели на полу спишь и все короче кухня все туалеты ванны все готово короче в принципе очень даже я бы сказал прикольная система и строят их тоже не очень я бы так бы и сказал что стрёмно я должен даже заметить что их строят очень даже неплохо да я не знаю я бы сказал бы по канадским меркам делается все четко даже как я вот немножко ходил там по компании там-то ходишь бывает с места на место и смотрю как это все проходит но остается это как и остается как и все говорят из говна и досок вот да все деревянное но все же довольно неплохо это делается поэтому для канады по этим меркам здесь это 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 классно это четко и дома теплые ребята дома теплые все утепленно я вижу как утепляется короче ну я даже сказал не хуже как в германии да здесь даже например вот как в германии есть типа там как это сейчас называется все я уже забыл чтоб там типа их надувают эти дома воздухом смотрят откуда где щели откуда там чего выходит не выходит здесь это тоже делают если ты заказываешь по заказу короче дом он полностью до такой степени закрытый что они его надувают закачивают и смотрят где есть какие-то там щелки откуда если вдруг выдувается там тепло выходит так что дома здесь тоже я не там хотел бы я себе такой дом или нет нет ну что мне не нравится что они скажем узкие и длинные это здесь надо специальные участки для них эти все дома как по мне они их может уже построить в два этажа но большинство строят их они довольно таки узкие я бы сказал это метров шесть-семь шириной и длиной я не знаю сколько они длиной короче строится дома 20 в ширину футов и на 76 вот так на 80 в длину короче пересчитывайте сами вот такие вот тут строится дома ладно все мы едем закупаться да почему нет потому что участков здесь таких в городе нет такие дома ставятся где-то если ты живешь за пределами города в деревнях и так далее вот и тому подобное продают по всей команде и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 короче еще чё кто рассказать дал я здесь как бы но мы-то уже переехали да уже какое-то время ну и надо было то конечно тоже нам техосмотр делать на машину как бы странно этого не звучало но тихосмотр здесь в принципе не делается как ты машину купил в принципе на ней всегда есть как бы она прошла техосмотр и все это может всю жизнь ездить на этой машине переехал провинцию поменял как мы в нашем случае мы поменяли провинцию даст манитобы вольбертов надо опять проходить инспекцию и эта инспекция техосмотр он называется out of province inspection она как бы еще как бы они еще намного сильнее проверяют машину так как она приехала с другой провинции как будто низ канада с другой стороны ну такая тупость такие вот здесь законы вот мы и в моем случае мы тоже проходили техосмотр вот и это была такая история тоже сделал короче я себе встречу и поймут как говорится на субботу приехал туда вот и давайте я поверну камеру приехал туда поставил машину и пошел короче меня наверно не было я не знаю но максимум наверно минут зашел в магазин меня не было минут максимум 15 максимум а сначала сразу сказали вон на поезде лишь с рекой длинный плохо на камеру сказали мне это будет все длиться полтора часа меня не было 15 минут выйду думаю на улицу посмотрю что там у меня машина делается техосмотр нет смотрю машина поднятая колесо с правой стороны оба колеса у нее сняли и это самое ну и я думаю ох нифигасе там техосмотр наверно по полной программе сейчас меня здесь как а будет припишу там 3 5 10 чтобы я то это это отремонтировал вот смотрю короче она висит да висит висит да висит и что-то там никто ничего не делают проходит полчаса она висит их никого нету я подхожу спрашиваю я говорю даже больше прошло времени потому что меня полтора часа как минимум все это дело мне обошлось подхожу говорю так и так чё почем а да сейчас пойду спрошу пошел спрашивать а я смотрю чуваки вообще к ней даже не подходили и он говорит да да сейчас все нормально говорит сейчас пойду дальше там типа сейчас все сделаем и это самое ну короче все проходит время он горит да все нормально сейчас все будем ставить и короче ты прошел техосмотр ребята полтора часа техосмотр сделали за считанные минуты я даже специально у себя на номере лампочка у меня освещение номера лампочка не горит я ее специально не поменял думаю в германии как бы это пропускают говорят что типа поменяю лампочку и все нормально все окей ну и я тоже думал что здесь вообще ничего не делали они как бы типа для отмазки глаз там поснимали там туда сюда но оказывается нет они все это дело сделали но за 10-15 минут максимум и было записано что в документах записано что до номер одна лампочка не горит короче блин сделали техосмотр но все это дело не так долго по идее длилась бы как у них видимо знаете как у них написано так и так столько-то столько-то это должно занимать времени тщательная тщательный контроль автомобиля и так далее но по большому счету ну в принципе и хорошо я знаю что у меня машина в принципе справно я уже кое-какие поломки у нее были не поломки а вещи которые надо было бы сделать я уже это все сделал еще когда в монетобе был у своего механика вот ну и вот короче такая у меня история с этим техосмотром все это дело стоило 150 долларов 153 бакса я спрашивал вдруг двух других местах в одном стоило это 200 долларов в другом в третьем я что сейчас уже не помню даже вот но это здесь было самое дешевое место где можно было пройти такое дело в принципе по цене германии стоит техосмотр которые делаешь каждые два года чтобы не соврать мне кажется 120 или 130 евро вот здесь один раз это сделал и до свидания все но уже как бы на на твое усмотрение ты ездишь на машине хотя я должен сказать я даже за то чтобы здесь сделать техосмотр чтобы вот делали то блин хотя бы хотя бы раз в два года пускай у не будет такой дорогой но там за полтинник пускай но как по мне я считаю что здесь это надо чтобы было потому что здесь такие каракатицы иной раз ездишь что ты думаешь блин чувак вообще ты сам не боишься ездить на этой машине но есть такие кандидаты которые на самом деле на таких тачках ездить хотя должен заметить здесь в альберте немножко машины я бы сказал бы получше и почище чем лиже либо это было в манитобе вот но опять же наверное я думаю где живешь если живешь где-то может я не знаю где больше гревел до дороги то там машины сильнее разбиты а если в городе но бывает мы тоже видим что бывает ох нифига себе вон какой номер на машине вам не увидите это это нововуд что ли территория нововуд него номер белый медведь белый медведь прям будет ну на вода да ну на вот полностью номер у него вырезанный медведь такой мне кажется это там это очень редкость сейчас потому что их уже тоже сняли это видать еще старый номер у него сзади висел такой это круто такой блин даже фиг купишь вот что хотел сказать тогда что в городе машины довольно чистый я бы сказал бы намного чище и не да не такие зачуханные хотя тоже встречаются как я говорю кандидаты здорово что ребята еще под вечер перед сном вышли сыном на прогулку собакой погулять немножко вот у нас сейчас вокруг нашего райончика так немножко круголя дадим дочь поехала на какую-то игру в школе там смотреть и и взяли с собой надя там дома готовит а мы сын только я говорю пойдем немножко прогуляемся у нас вечером надо собакой гулять да ниже тоже надо гулять чувство сегодня испугался когда сам стоял перед дверями мне говорю я хочу кушать я хочу кушать я хочу пить ты набегался в школе я не знал у него сегодня там было какие-то соревнования что-то ты набегался налетался и был голодный да блин паниковал смотрите ребят какая тишина сегодня вечером вообще ветра нет здесь дорога голова странно будет расходиться сюда будет полоса эти и туда будет уходить видимо на те на тот район туда дальше а здесь вот сюда вот так дорога уходит тишина вообще прям ветра нет да мы живем по статистике в самом ветреном городе канады меня этим тоже очень много скажем так не отговаривали но предупреждали типа куда ты едешь то там очень много ветров и так далее и тому подобное но я должен сказать где я жил в манитобе я должен признаться там не меньше было ветров но сезон сильного ветра еще придет здесь и мне интересно как он будет вот ну на данный момент но уже получается живем июль август середина уже скоро сентября и я вам скажу что за эти два с половиной месяца у нас сильного ветра не было ты куда они на эту сторону сына бывало ветрено да ну чтобы так сказать что здесь прям вообще такой сильный ветер такого нет пока я это не буду утверждать а так в принципе очень даже очень даже я должен сказать что хороший город хороший город хорошее место локация у него не такая уж и самая плохая как я уже говорил близко гора и горы то есть близко горам вот и 200 километров интернациональный аэропорт город калгари город миллионник вот а мы на самом юге можно сказать канады вот на самом юге провинции альберта да блин вообще классно на улице да вчера у нас да я уже говорил вчера у нас было 29 а сегодня самин говорит что тебе сегодня руки мерзли было чуть чуть ниже 18 или 17 он не пишет берет руки мерзнут ждал автобус ничего привыкаю скоро зима смотрите вот какие вот здесь тоже вот так вот просторы да это все здесь получается не за через будет вообще это все дорога вот какой она здесь все здоровенное в канаде просто прям капец ты куда спустился ты где я тебя на камеру даже не вижу помаши помаши веньки маль чё за яма такая здоровенная чё там грязь снизу чё они здесь так накопали может они здесь к искусственное озеро зальют маленькой или канал какой-то будет или еще чё ну там прямо так сточили все четко но ничего увидим айда сына пойдем дальше пошли видите какие просторы кое на здесь все здоровенное все таки ё-моё всё вот видите тут тоже уже готовая дорога там вот озеро у нас и сюда вот это все новый район короче движуха идет здесь по полной я тебе дам этих новых районов они здесь строят и строят их тоже город растет просто капец как вау а что они здесь кольцевое что-то сделали залили красное там что-то а бетон красный залили ничего себе они здесь залили они тут залили красный бетон смотри как они красиво его сделали внутри там будет какие-то деревца что-то посадят симпатично не пускаю туда не пускают он свежий еще сейчас там а поэтому здесь пахнет а как краска немножко здорово сделали красота все оформлится будет очень красиво да тут вот стоят как шоу-голмс называются дома на показ до типа построены вот один второй и третий вот это три дома о да этот продали смотри у них там все внутри даст а нет 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 цена это просто закрыта сами на вот этот дом нравится по ним да тут вот довольно такая скажем свежая свежий район вот опять смотрите ребят какая широкая дорога вот стоит машина сбоку вон стоит машина слева с другого боку еще здесь посередине могут спокойно машины ехать вот это меня нравится я это уже сколько раз говорил но дома строят крышу на крышу но ездить ты можешь нормально и это классно это 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 здорово я когда про то это думаю потом вспоминаю как мы ездили у нас в германии сколько там и какое там перенаселение и как там все узко и нету дорог вот этот уже красивый дом как дорог нет дороги есть но все узенько это конечно стрёмно все мужики отработали они поздно работали потому что бетон надо было заканчивать дать плохо сохнут смотрите какие домики симпатично же очень даже до везде порядок в принципе тоже везде чисто везде порядок но конечно как всегда говорится абсолютной красоты или чистоты не нету бывает и мусор валяется не без этого между прочим вот это тоже длинные такие дома вот и тут тоже можно вот зайти и посмотреть его тоже как на показ построены а другие уже все продано мы оттуда он идем тут вот это одно озеро мы там с той стороны были вот здесь так все оформлено вот а то другое озеро вот черепи через перекресток можно так сказать тоже такое искусственное ухты как ты и дернул она зацепилась было но она зацепилась ага вот а тут вот второе такое же озеро не такое же они разные но я вообще говорю что как водоем такой маленький пойдем сына пойдем и гулять есть где ребят гулять есть где все как бы благоустроена не знаю вы меня многие разы многие разу вон бутылка валяется какой-то ушлепок выкинул многие разы меня спрашивайте чтобы я вам показывал район где живем но вот сейчас опять есть немножко момент вам записать показать вот тут с этой стороны тоже вот строят один уже такой блок построили между прочим тут заход а гараж есть у каждого дома есть гараж он с той стороны как бы заезжаешь в дом он одно целое с домом да получается раз два раз два три четырехфамильный дом это вот этот вот четырехфамильный и этот получается такой же будет до четырехфамильный дом смотрите он сзади меня еще какой домик какой прицепчик все дела чувачок тут один живет пенсионер что ли все будем закругляться ребят приходим домой вам как обычно спасибо за внимание да сорян чуть долго не были на ютубе ну по обстоятельствам как говорится все друзья всем пока цена пошли быстрее